Привет, вы на канале Бестиарий, а с вами, как всегда, Яков. Много причудливых животных люди научились содержать в неволе, и одними из самых удивительных и устрашающих бесспорно являются скалопендры всех мастей. И если вы не поддаетесь страху при виде этих животных, а стремитесь изучить их буквально со всех сторон, добро пожаловать, ведь сегодня мы поговорим о теме, которую мало затрагивают, рассказывая о скалопендрах, либо затрагивают, но очень и очень поверхностно. Мы поговорим об их иниталиях. И тема эта весьма нетривиальна, ведь на виды женские и мужские особи скалопендра большинство видов абсолютно идентичны, как ни крути. А точное знание пола животного все же довольно важный критерий для успешного разведения и закрепления разведенных особей в культуре. Сегодня я постараюсь пояснить, как различать самок и самцов скалопендр, и покажу это дело на практике. Важнейшее, я бы даже сказал, ключевые отличия самцов и самок заключаются, во-первых, в наличии пениса и необязательном, но все же наличии разрушившихся гоноподков самцов. Во-вторых, самки многих видов имеют довольно характерные и различимые мясистые стерниты генитального сегмента. Сейчас перед вами будут появляться компиляции фотографий генитальных комплексов скалопендр разных видов. Эти фотографии могут помочь вам в определении пола именно того вида, что содержится у вас в коллекции. Хотя собраны здесь, конечно, далеко не все виды, но популярные коллекционные обязательно будут упомянуты. Обратите внимание, что не все виды скалопендр имеют гоноподы, а потому абсолютным аргументом в определении будет являться именно наличие или отсутствие пениса. Однако интересным являются гениталии видов Etmostigmus pigamegas и Carmocephalus nitidus nitidus, у которых не было выявлено гендерных особенностей, видимых невооруженным глазом. В случае же таких видов, например, как скалопендра группы Subspenipis, таких как скалопендра Subspenipis или скалопендра Dehaani, а также у скалопендра Gigantea canidonsalterns и galopogensis, у самок наблюдается отсутствие второго генитального стернита и гонопод. Соответственно, поэтому самцов идентифицировать не составляет труда. Но если половые различия понятны, то как же обездвижить и, главное, расслабить многоножку для комфортного определения? Есть два способа. Первый способ является достаточно быстрым и заключается в подаче дозы углекислого газа в герметичную емкость скалопендры. Чтобы максимально облегчить обездвиживание многоножки с помощью СО2, можно использовать бытовой газирователь, позволяющий контролировать дозу углекислого газа. Самый безопасный и лучший способ поместить многоножку в емкость – это использовать пинцет, а также будет не лишний поместить емкость в другую, более крупную, во избежание попыток побега многоножки. Стоит просверлить несколько дополнительных отверстий в крышке емкости, чтобы позволить кислороду буквально быть выдавленным углекислым газом при подаче. Дозировка углекислого газа зависит от размера скалопендры. С помощью газирователя газ подается в 4 нажатия с интервалом в 3 секунды между нажатиями. Этой дозы достаточно для обездвиживания многоножки длиной от 7 до 19 сантиметров. Второй же способ отнимает гораздо больше времени, однако он куда более дешев, если, конечно, вы не планируете использовать купленный газирователь в других целях. Суть способа заключается в утоплении многоножки, аналогично с утоплением муравьев при подселении к матке. Также этот способ позволяет лучше проконтролировать, достаточно ли обездвижена многоножка, ведь всегда можно открыть крышку емкости и потрогать многоножку пинцетом. В крышке емкости необходимо будет создать хотя бы одно отверстие. Оно позволит лишней воде вытечь, компенсировав давление, а также исключить возможность образования воздушных карманов под крышкой. Мы с вами будем использовать именно этот способ для определения пола всех пяти имеющихся у меня многоножек. И да, будьте готовы потратить на определение пола более часа времени, поскольку методом утопления многоножки обездвиживаются значительно дольше. К примеру, моя кольчатая скалопендра длиной 15 см замирала аж целых 86 минут. Я успел дважды попить чаю, посмотреть видосики и даже чуточку вздремнуть. Утопление, несмотря на свое название, не причиняет боли скалопендре, а потому не переживайте, когда увидите, как многоножка извивается в попытках выбраться из воды. Кроме того, это процедура, которая происходит в жизни скалопендры единожды и только при необходимости разведения. В случае домашнего содержания, если у вас скалопендра живет как питомец, в принципе, определение пола погоды не сделает и можно обойтись без него. Кстати, я думаю, отдельное развлечение обездвиживать способом утопления вид скалопендра катаракта, которые славятся своим полуводным образом жизни. Если вам когда-либо доведется проделывать с ними такое, обязательно расскажите о своем опыте. Итак, давайте перейдем к практике. Пол мы будем определять у пяти многоножек вида скалопендра цингулята, ну или кингулята, кому как угодно. Многоножки длиной 9, 10, 12, 13 и 15 сантиметров. Первым делом необходимо осторожно извлечь скалопендру из емкости для содержания и поместить ее в емкость с водой. Скалопендра будет активно сопротивляться, пытаясь сбежать, поэтому нужно действовать быстро, технично и сохранять полное спокойствие. Как только скалопендра окажется погружена в сосуд, немедленно плотно закройте крышку и подождите. Мне в данном случае пришлось подождать... долго. Многоножка Многоножка Замерла, подождите еще около 10 секунд и быстро вынимайте скалопендру. С момента изъятия скалопендры из воды нужно действовать быстро и четко, времени у вас будет мало, всего около 1-2 минут, если скалопендра обездвижена правильно. Примерно на третью минуту к животному начнет возвращаться мышечный тонус и выдвижение генитального комплекса будет существенно осложнено. Вынутую скалопендру нужно уложить спиной стороной вниз на ровную поверхность, вытянув при этом тело многоножки. Передний конец тела необходимо зафиксировать, а тупым предметом нужно мягко промассировать генитальный сегмент. Для этих целей хорошо подходит карандаш, который удобно проворачивать в руках, провоцируя выдвижение гениталий. В целях собственной безопасности рекомендую все манипуляции проделывать исключительно подготовленными инструментами. Недостаточно притопленная многоножка способна совершать резкие движения и ухватить вас за пальцы, если работать будете голыми руками. Итак, гениталии выдвинуты и мы видим мясистые стерниты генитального сегмента при отсутствии пениса и гонопод. Перед нами самка. После проделывания процедур мягко переверните скалопендру спиной стороной вверх и убедитесь в том, что она в порядке. Не совершайте никаких манипуляций слишком грубо, ведь скалопендры это существа достаточно мягкие и сравнительно хрупкие. Как видите, пришедшая в себя самка уже принялась чистить свои антенны, ведь с момента изъятия из воды прошло всего около трех минут. Далее нужно будет провести ровно те же самые процедуры. Чтобы не отнимать у вас время, я коротко и быстро покажу выдвижение гениталий еще разок, а дальше покажу только результаты. Продолжение следует... Определив четырех скалопендр подряд как самок, я успел поверить, что и последняя многоножка окажется самкой. Как вдруг я увидел гоноподы, а присмотревшись получше, с другого ракурса заметил еще и пенис. Перед нами самец. А на сегодня это все. Поддержите видео лайками, расскажите о нем друзьям, убедитесь, что оповещения настроены верно и конечно же подписывайтесь, то ли еще будет. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok